В раннее воскресное утро в Звездном городке собралось больше тысячи человек. Определять первых будут сегодня в Гагаринском пробеге. Первые в свою космическую версту начали бежать дети. Продолжат забег взрослые. Дай пять! Удачи! 47-е всероссийские соревнования в этом году посвящены 55-летию полета в космос Юрия Гагарина. Чуть больше километра преодолевают участники первого забега, представители общеобразовательной школы Московской области и, конечно, нашего района. Многие из них участвуют в первый раз и не имеют особой подготовки, но некоторые признаются, результаты могут послужить толчком для тренировок к последующим соревнованиям. Как тебе бежится, расскажи. Все отлично. Первый раз бежит? Да. Удачи! Дыхалка умерла. Свободу буду тренироваться к следующим бегам. Конечно, устала, но приятное ощущение, что люди сделали такой пробег, чтобы люди больше занимались спортом. Поддержать участников приехали представители администрации Щелковского района, а также призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая. Никто никого сюда не приводил насильно. Все участвуют в этом забеге уже много-много лет по своей воле, по своей инициативе. Педагоги по физической культуре и спорту и учителя физкультуры в общеобразовательных учреждениях, безусловно, способствуют этому. Сегодня мне очень приятно видеть, что очень много молодежи, та, которая действительно искренне пришла отдать свою дань Юрию Алексеевичу Гагарину, наверное, во-первых, во-вторых, хотят быть здоровыми, хотят быть сильными и подтянутыми. Это действительно очень важно, особенно в наше время, когда мы все засели за компьютерами, когда мы все хотим чем-то другим заниматься, но спорт остается в приоритете. Во втором забеге приняли участие и любители, и спортсмены-легкоатлеты со всей страны, а также ближайшего зарубежья. Дистанции на выносливость 5, 10 и 20 километров преодолевали взрослые и молодые спортсмены. Последние оказались также в числе победителей. Так, в 5-километровом забеге победил 16-летний Иван Фокша и 13-летняя Анна Белова. 10 километров лучше всех пробежали Дмитрий Писарев и Ирина Хренова, а 20 километров Виталий Логинов и Надежда Гоголева. Многим из них бежалось легко, может быть, потому, что для большинства этот забег не для победы, а ради собственных рекордов, встречи с единомышленниками и хорошим времяпрепровождением в выходной день. Я бежал так легко, дышал. Главное дышать, впечатления просто потрясающие. В советское время гагаринский пробег был стартовой и отборочной площадкой для профессиональных спортсменов. Его престиж был неоспорим. Тогда, помимо полумарафона 20 километров, в соревнованиях включалась и спортивная ходьба. В самом первом забеге приняло участие только 250 человек, но со временем его статус приумножался и достиг международного масштаба. Сегодняшние спортсмены теперь переводят дыхание и делятся эмоциями, ведь впереди новые победы. Марина Познякова, Станислав Беляев, телерадиокомпания, Щелково.